ну чё всем здарова всем привет вы на канале эмфасис я андрей из colors добро пожаловать здесь мы говорим про давки плагина технологии в общем про все что касается создания электронной танцевальной музыки сегодня будем делать сегодня будем разбирать синтезатор который называется экзо акустикс гоуст приведение такое вот приведение на крыше вы просили разобрать этот синт ну и мне самому он сейчас нам показался довольно интересным потому что это такая смесь бульдога с носорогом блин на fm 8 серумом короче да звучит супер странно я понимаю типа fm 8 и серым вообще абсолютно разные блин вещи да то есть fm синтезатор классический и в их тейбл синт в котором есть какие-то ошметки fm синтеза но это вообще короче одно с другом по идее несовместимо ну так вот вот этот челик я так не понял честно кто это разрабатывал единственное что удалось узнать что это какой-то чувак из австралии ну которого видимо супер маленькое разрешение монитора судя по картинкам вот на его в сайте которые супер люто какие-то шакальные прям как из windows 98 разрешение 640 на 480 ну да ладно короче посмотрим этот голос сегодня ну и дам какую-то оценку ему тоже потому что ну вы просили а я то я такой чтобы вам отказывать собственно говоря окей поставил я значит демочку демка есть единственная конечно проблемка что дема идет только 15 минут потом надо его перезагружать ну как бы зато никаких ограничений нет то есть можешь пользоваться там не знаю на ресэмплить себе за 15 минут на самом деле можно много чего сделать господа но как бы женатые поймут и так чуть себя представляет от синт это как я сказал смесь fm 8 сером ну для самых маленьких что такое fm 8 вот этот вот старый пожилой господин беленький красивенький кстати в отличие от absinthe который на этих инструмент дропнул или реактор которая тоже вроде как уже практически полудохлый fm 8 вполне себе поддерживается обретает но какие-то новые апдейты ну правда ничего вообще нового и в плане функциональности не приносится в него да то есть но они его не списывают пока шум очень удивительно потому что это один из тоже старейших вообще синтов на вот который есть но может быть не такой старый как арсида может такой старый то есть он супер древний вот ну и для тех кто не знает fm 8 это классический fm синтезатор с вот этой вот таблицей маршрутизации до fm-овской где у нас есть операторы которые можно друг друга посылать модулировать сколько было в драндубасном жанре да и дабстеп жанре написано басов и других звуков с использованием от этого синта ну по крайней мере до прихода wave table синтезаторов да там таких как serum или massive это просто нереально то есть это был главный батя вообще то есть fm 8 главный батя всех басов ну там до десятых годов на и на точно может быть и дальше я знаю что многие проды fm 8 до сих пор используют то есть например мафиус тот же самый да ну короче в драндубасе это все довольно распространено вот и самое главное его отличие там от многих других синтов да то есть ну типа таких fm-овских это вот наличие вот этой гибкой матрицы модуляции нигде у нас есть забиты уже схемы вот этого роутинга как например в операторе в том же самом да там об литонов скам или других сентах а вот именно гибкая такая и матрица и и послушайте я вот так вот сейчас вообще ни одного синта не вспомню где такое еще было то есть fm 8 вот он очень сильно благодаря вот этой вот штуки и известным известен и используем стал ну и собственно говоря сюда в гоуст это челик видимо тоже решил то все то же самое перенести тоже нас есть fm матрица это тут правда операторов немножечко поменьше да то есть тут у нас их всего лишь 6 вот здесь получается они здесь то тоже 6 потому что вот эти x и z это не операторы это distortion и фильтр то есть но типа на самом деле не тоже 6 все правильно сколько в 8 было столько же и здесь тоже есть вот но в чем был минус самый главный fm 8 до самая главная печаль кроме вот этой вот матрицы fm все остальное было ну довольно отвратительно то есть модуляция хоть и имелся msec по тем временам и напоминает чуть ли не 15 лет назад да то есть или даже больше на самом деле это было просто супер вышка msec именно на этих инструментов что им конечно огромный респект пожизненно вот именно они msec по сути и стали вводить во все свои плагины да то есть инструменты и ну и это дало огромный короче толчок саунд дизайну короче msec был фильтры довольно говеные осцилляторы довольно тоже пососные с очень такими простыми примитивными волнами ну этого хватало за глаза на самом деле чтобы крутить какие-нибудь драм-н-бейс басы резов миллион можно было сделать но но это все благодаря происходило больше вот именно fm модуляции нежели каким-то остальным возможностям синтезатора да вот поэтому этот челик из компании экзо акустик решил пойти дальше а что если не заменить все таки fm синтез в в тейбл снизатором а совместить их то есть короче чтобы у нас было тоже fm матрица нормальный такой fm 8 рутинг рутинг как правильно надо говорить они ромутинг и еще и возможности wave table синтезатора потому что у этого у этих осцилляторов нас теперь есть ну полноценные wave table формы вот типа можно их тут менять да то есть все как короче все умеетом вашим единственно что никак их нельзя короче изменять одну в плане вырисовывать ничего короче нельзя но все равно это очень прикольная идея ну и к тому же плюс здесь появились и нормальные человеческие фильтры всех типов но вот это это чисто сером то есть точно сиром похож модуляция вот в fm 8 модуляции тоже просто забей то есть ну типа кто fm 8 модуляции используют от блять в цирке не смеется это вообще такая отвратительная с раньше даже говорить о ней не хочу здесь все по-человечески то есть можно вот за крестики ну в данном случае за что это что из-за кружочки перетягивать модуляцию и она будет применяться ну короче на бумаге все звучит отлично ну и давайте посмотрим как же это все крутится да то есть как там можно все заюзать и кайфануть или не кайфануть вообще в принципе так ну давайте бахнем что-нибудь я буду крутить чисто так от балды чего-нибудь так еще все-таки в базе своей это fm синтезатор то есть вот эти вот осцилляторы они все-таки не совсем осцилляторы операторы но разницу там блять с лупой надо понимать то есть но разница есть но давайте называть их короче осцилляторы до простоты это я знаю если задушиться конечно это не осцилляторы но блин грань между осцилляторами операторами она уже практически стерлась вот такому синтезаторе поэтому давайте их осциллятором буду называть вот Первый у нас осциллятор A, который сразу выходит на мастер. То есть здесь вся вот байда, весь роутинг происходит вот благодаря вот этим вот, короче, палочкам, ну, как проводочкам, да, можно их типа назвать. То есть этот осциллятор у нас сейчас имеет его на форму просто синусоиды. Ну, давайте попробуем замодулировать FM с помощью второго модулятора, да, второго осциллятора. Давайте еще раз, осциллятор, называю все осцилляторами, чтобы просто не путаться и вас не путать лишний раз. Включаем его в правой кнопке и модулируем. Идет модуляция. Даже как в FM8, вот здесь вот тоже картиночка есть, в FM8 все это было, да, вот такая. Она, правда, ну, тут не очень красивая, конечно, была эта картинка, но мимо не такая красивая, по крайней мере, да, как в Гоусте. Но, в принципе, тоже показывала, типа, распределение там АЧХ более-менее. Здесь как-то больше это на скоуп похоже, а там на такой, на спектральный анализатор все-таки. Вот, модулируется. То есть мы можем теперь взять, в отличие от того же FM8, прям элофошку вот на эту модуляцию наложить. Бам! Так, ну-ка еще раз. Опа, она наложилась. Блин, вот этого так не хватало в FM8, вы просто не представляете. Ну, кто работал в FM8, они, наверное, понимают, примерно, что это такое. Тут нормальный человеческий серумовский M-Sec, который можно вполне себе прописывать, что угодно тут делать. Ну-ка, если шифт зажимать... Не, как в серуме с зажатым шифтом тут не работает. Ну, примерно, чтобы можно было простроить вот такую горизонтальную, короче, линию. Здесь такого нету. Ну, да ладно. Сто есть пресеты. Пресетов, кстати, довольно много. Ну, в меру, короче, много. Так, ну, давайте что-нибудь возьмем. Какой-нибудь пресет? Грублер. Вау. Так, помедленнее, господин Мистер Гроулер, помедленнее нам сделайте, пожалуйста. Так, ну и давайте как-нибудь это все настроим. Все, модуляция у нас уже происходит. То есть, ну, прикол именно FM-синтеза был до, по крайней мере, развития и такого массового прихода Wave Table синтезаторов в том, что получались очень интересные тембры. И крутые тембры, да, то есть, буквально, вот, ну, ничего больше, кроме, вот, модуляции не использовалось и уже круто было, короче. Пока у нас две синусоиды, напоминаю, у А и Б-синтезаторов просто синусоиды загружены. Именно в чем Workflow FM-8 был синтезатора, да, то есть, потому что там было фаново и интересно вот эти все проводочки просто рандомно друг друга посылать. То есть, вот через эту матрицу, да. Давайте посмотрим, сохраняется ли это все в Ghost'е теперь. То есть, если я начну... Модулировать что-нибудь рандомно, короче. Просто отключаете осцилляторы. Напоминаю, это все синусоиды. То есть, тут даже пока никакого Wave Table еще не подключилось. Давайте я эту лофошку куда-нибудь еще накинем сюда. Так, можно их удалять. Блин, вот это вот прям мега, конечно, круто. В FM-8 бы такое. Так, ну уже что-то интересное у нас есть. То есть, просто вот благодаря вот этой модуляции, прям как в FM-8. Вот вообще один в один, короче. Круто. Это прикольно. Так, давайте посмотрим, что есть у осцилляторов. Ну, стандартное для всех FM-синтезаторов значение Retio. Так, значит, Retio. Скорость модуляции в целом, можно сказать, что это просто... Это не повышение питча. Хотя и питч тоже повышается. Ну, в этом видео, если честно, вообще никак не планировал разбирать принцип работы FM-синтеза. Короче, чем больше Retio, тем больше высоких частот и больше питч. То есть, так можно говорить, в принципе. Retio есть. Есть и полутона. Если все-таки хочется что-то... Если все-таки хочется какой-нибудь экзотики сделать, например, ну, интервал между осцилляторами, да. Так, есть тонкая расстройка. Fine tuning. Есть тюнинг, видимо, для модуляции, скорее всего, да. Ну, в общем, модуляцию можно на все накладывать. Так, унисон. Вот это, кстати, классно. О-о-о. Во, расширился. Блин, вот этого в FM-8, конечно, тоже маловато было. Так, сейчас полифонии уберем до единички. Делегата сделаем. Унисонов у нас до 16. Ну, да, это чисто калька серума, конечно. Пазу можно менять. Проблема этого синтезащего в том, что вообще нет никакого мануала и никаких всплывающих даже подсказок нет. Я, честно, пытался найти мануал, потому что мне непонятно одна, по крайней мере, вещь из этого синтезатора. Ну, сейчас мы до нее дойдем. Но я нигде не увидел вообще никакого описания, что это, блядь, за херня. Ну, давай, дальше, короче, дойдем. Окей, давайте чекать, что у нас, как работает Wave Table, собственно говоря. Да, то есть, ну, должен работать суперстандартно, как во всяких серумах, вайталах и карантах. Выбираем Wave Table в осцилляторе. И крутим Wave Table Position. Здесь он называется просто Wave. Вот, есть у нас всякие возможности как-то эту волну еще менять, бендить, асимметрию делать. Ну, короче, если вам хоть немножечко серум или вайтал или любой современный Wave Table синтез знаком, вы это все найдете для себя супер, супер понятным, короче. Так, это у нас еще дополнительные фильтры, всякие еще приколы. Блин, вот это круто, конечно. То есть, круто, что он налепил к осцилляторам вот таких вот возможностей, да. Так, морфинг. Что такое морфинг, непонятно, если честно, потому что я каких-то вообще морфящихся вещей в принципе не вижу. Где? Где морфинг-то? Хер пойми, это макрос, да. Откуда должен морфинг происходить? Не, это ширина, стереополе, это точно не то. Хер знает, где там морфинг. Блин, мистер экзоакустик, пожалуйста, сделай какой-нибудь мануал, потому что нихера не понятно, что в том из анализаторе происходит. Так, окей. Ну, короче, довольно стандартный все-таки осциллятор. Для тех, кто знаком с серумом, это все будет понятно. Есть быстрый доступ к осцилляторам прямо отсюда, то есть можно сюда в матрицу не заходить. Ну, окей, окей, прикол. Так, фильтрец есть у нас один, к сожалению. Ну, хотя, может быть, тут есть еще в эффектах второй фильтр, как прям в серуме. Так, фильтров всех навалом. Фейзеры, хорусы. Ну, только фейзеры, да, есть. All Bass даже есть. И ком. Блин, я уже чувствую, что этот синт для Drum'n'Base басов будет просто огонь. А если у нас просто шум? Мистер Гоуст. Можешь ли ты мне воспроизвести тупо white noise какой-то? Потому что, ну, белый шум вообще-то, как бы, большая часть саунд-дизайна. Не видно, не видно. Может быть, вот это, это белый шум? Нет. Короче, ладно, до этого еще дойдем. Видимо, забыл он, короче, белый шум добавить. Так, ну, окей. В общем, фильтр есть. Работает прикольно. Модуляцию можно тоже применять. Все как надо. Так, кстати, сколько элофошек? По-моему, должно быть, да, больше трех. Не обмануло меня чутье, потому что, ну, было бы странно, если было всего три элофошки, да. Блин, как же быстро крутятся жирные басы на этом синте. Прямо как в FM8. Вот серьезно. Прямо по ощущениям работа очень на FM8 похожа. То есть, ну, вот прям вайп, короче, FM8-овский. Так, что у нас здесь? Дисторшн. А, ну, кстати, да, забыл сказать, что вот эти фильтры и дисторшны у каждого осциллятора свои получаются. То есть, в принципе, на весь синт будет распространяться эффект вот именно только вот из этой категории, из этой вкладочки. Тут же он есть? Да, он есть. Это интересный подход. Опять же, больше на FM8 похож. То есть, меньше на сером, больше на FM8. То есть, ну, что у каждого осциллятора свои фильтры и свои дисторшны. Ну, это прикольно. Так, давайте дисторшн чекнем быстренько. Тут у нас есть несколько разных видов. Довольно много, кстати. Спагетти. Это прикольно. Ну-ка, что, спагетти? Ой, ёптить. Фу, да, да, довольно жирно получается. Ну, правда, и, конечно, и грязно. Жирно и грязно, это примерно одно и то же в этом синтезаторе. Так, окей, фильтр, дисторшн. Ну, короче, пока все приятненько. Так, что еще есть? Есть у нас Direct Out у осцилляторов. Напоминаю, для чего нам нужен Direct Out. Все-таки, если, допустим, мы крутим какой-то бас, у него недостаточно сабовой гармоники, да, то есть, как мы обсуждали в видосике про сабы, вот эта вот сабовая гармоника должна быть, но она может легко попередоливаться от всяких модуляций там разных, короче, дисторшнов. Ну, вот, допустим, да, вот я там не включил вот этот осциллятор, например, у меня ее нет. То есть, я его должен был вывести отдельно, получается. Хотя, блин, а странно, получается, здесь рутинг, ну, как бы в FM8-то как было? Там, получается, если ты выводил какой-то оператор вот сюда, то есть, он Direct Out-ился и все. То есть, как бы вот это и был Direct Out, да, получается. То есть, ну, вот это вот прям полностью у нас Output линия, да? То есть, если нам надо было какой-то послать его в сатуратор или в фильтр, то есть, нужно было посылать вот в эти, короче, то есть, в X или в Z. И потом уже из них, да, короче, выхерачивать в Output. А здесь, получается, и ты, как бы, сюда в Output его выводишь, но это еще не совсем Direct Out, это как бы в эффекты выводится. Короче, немножко такой замудренный роутинг. Чуть-чуть более замудренно, чем был в FM8, ну, да ладно. Ну, да, короче, можно Direct Out делать, это хорошо. Собовая гармоника у нас есть, имеется теперь. Что такое морфинг, я так и не понял. Хер его знает, что такое морфинг. Господа знатоки, синтезатор Ghost, потом напишите, пожалуйста, потому что я вообще не понимаю. Так, энвелопы суперстандартные, тут ничего нового интересного. Самые обыкновенные энвелопы. Ну, опять же, такой же принцип, как в серуме. То есть, первый энвелоп отличается громкость всего синтезатора, да. Короткий дикей можно ставить, атаку делать поплавнее. То есть, все это, короче, с первого энвелопа. Прям как в серуме, один в один. Два других нам нужны для того, чтобы модулировать всякое дерьмо. Ну, насколько я понимаю, тут можно, опять же, да, вот, добавлять дополнительное. Кидаешь энвелоп, который последний, и просто дальше него добавляется еще один. Но всего их шесть. Получается так же, как и лофошек, вроде как. Да, шесть энвелопов, шесть лофошечек. Хотя вот здесь вот еще, вроде как, место для седьмой, например, было бы. Ну, ладно, шесть лофошек, шесть энвелопов, это хватит вообще усраться просто. Замодулировать все, что можно. Что вот это такое? Я так и не понял, что это, что за фреквенция. Еще раз, никакого мануала или подсказок всплывающих нету. Что за фреквенция? То есть, тут есть единственный пресет, кик. Я, ну, так, наверное, понимаю, что это, наверное, какая-то модуляция. Но модуляция чего? Потому что ничего ей нельзя замодулировать. А, вот оно что, Михалыч, вот оказывается. То есть, это специально модуляция, кривая модуляция чисто для вот этого параметра тюнинга. Чтобы делать вот такой вот киковый толчок. Так, только она должна, нас не лупится, а ретрегис. Так, ну вот это, кстати, круто. Окей, когда я понял, наконец, для чего это дерьмо нужно. Теперь я осознал крутость вот этого прикола. Нам всегда в басе нужен вот этот вот дополнительный пиночек. Еще раз, вот я его выключу. Выключу. И включу. Блин, он дико важен. Круто? Нет, тогда прикольно. Но для чего тогда другие нужны? А, так можно, получается, их на разные наваливать. Это прям модуляция печа, короче. Так это может быть прям очень интересно. Только как бы мне сделать, чтобы это все было медленно? Почему он такой быстрый-то? Эйх. Так, ну, видимо, это еще больше прикола для саунд-дизайна дает. Короче, это модуляция печа. Кривая модуляции печа. Так, то есть, получается, я могу ее только вот на вот эти питчевые параметры закидывать. Нет, исключительно на тюн могу ее кидать. Жалко, что нигде этого не написано. То есть, пока сам не разберешься методом, ты, кажется, не поймешь. Не, ну, вообще это прикольно. Но, как бы я больше пока, по крайней мере, вижу прикол этой штуки чисто вот только для, ну, того, чтобы вот этот пиночек дополнительно давать. Вот это да, вот это работает прикольно. И целых три таких модуляции. А больше есть, интересно, если еще будем кидать, ну, примерно куда-нибудь сюда, допустим. Да, даже еще больше есть. Оказывается, не три, а, наверное, тоже шесть. СТМ, шесть. Да, целых шесть этих модуляций, короче, есть. Ну, че, прикольно, интересно, уважительно. Так, короче, модуляции довольно много. И даже есть одна необычная. То есть, та, которая, ну, явно говорит о том, что этот синдизатор был рассчитан для басов, по большей части. То есть, челик, который делал этот синд, он явно понимал, как басы должны делаться. Это мне, кстати, напоминает подход с синдизатором Current, которым я тоже очень хвалил за то, что они, блин, понимают, как надо, короче. Так, че еще есть, кроме осцилляторов и FM-матрицы? Есть довольно интересная штука. Давайте сбросим, короче, это все на init-пресет. Init. Есть довольно интересные модуляторы Random, вот, или Random, как хотите, короче. То есть, можно сюда перенести. И он рандомит. Можно даже перевести это в режим Sample and Hold. Слушайте, вот, Random, это прикольно. То есть, все-таки, и не только для басов это может еще подходить. Ну-ка, можно ли, например, допустим, рандомчик перенести, допустим, на фильтр? Да, можно. То есть, на самом деле, тоже это все есть, это прикольно. Ну, для тех, кто не знает, я думаю, что немного человек, на самом деле, кто серумом пользуется даже тысячелетия уже, наверное, знает о существовании хаос-модуляторов в серуме. То есть, по сути, это тоже рандом, это тоже вот этот Sample and Hold. Ну, то же самое, вот, что я сейчас здесь показывал, да. То есть, их можно назначать только через матрицу. Вот эти вот хаос-модуляторы, это еще один вид в серуме, кроме лофошек и энвелопов, да. То есть, ну, если вы про них знали, пишите в чатик, если не знали, ну, welcome, как говорится. Короче, тут тоже это все есть, только здесь их даже еще три получаются. Это их хаос-модуляторов, рандом-модуляторов. Возможность привязать к кейтрекингу, к велосити и... Это что такое? Ад. Не знаю, что вот это такое, что за AT. AT, ну-ка, в серуме у нас есть по аналогии с серумом. Нет, только есть Velo и Note, да. Тут еще получается AT. Хер его знать, что такое AT. Надо потом смотреть, видимо, гадалки какой-то AT, потому что мануала-то нету, ни хрена не поймешь, что за AT. Так, окей, есть у нас складочка с кучей эффектов. Вот эти вот эффекты уже распространяются именно на все осцилляторы. Так, фильтр. В отличие от того же серума, здесь можно добавлять копии эффектов. То есть, например, два фильтра нафигачить или даже больше. Это круто. То есть, видно, что челик, ну, подумал над улучшением workflow, потому что главная печаль серума всегда была. Это в том, что вот если ты отсюда берешь фильтр, все, это у тебя один фильтр и больше ничего нельзя, короче, второй иметь. Ну, кроме вот этого, да, то есть еще одного. Очень фильтров в серуме не хватало периодически. Реверб. Ну, как бы эффекты довольно стандартные и довольно в целом приятные. Дисторшн точно такой же, как мы до этого смотрели. Так, мультибенд компрессор это отитишечка. Ну, короче, тупо копия серумовских эффектов. Ну, только немножко поприкольнее, потому что, например, это эквалайзер более адекватный, да. То есть, не такая шляпа, как в серуме. Причем даже еще с анализатором. В общем, над эффектами явно старался. Но ничего такого необычного тут нет. То есть, например, у того же Карнта эффектики поинтереснее. Но кайфово, как бы все. Здесь вполне найс с этими эффектами. Ну, и матрица модуляции, да, получается, где мы можем модуляцию эту применять, если нам надо. Прямо отсюда. Skew, Polarity. Ну, прикольно, как бы. Все на месте. Можно даже зачем-то менять их местами. Не знаю зачем. То есть, ну, вот здесь вот именно матрица модуляции какого-то порядка значения не имеет. Может и имеет. Может, я чуть не понимаю. Ну, короче, ну, есть и есть. Аж до 64-х можно модуляции сюда запердолить. Ну, как бы, если вы все забьете в своем звуке модуляции, это будет интересно. Так, ну, собственно говоря, все. Есть Polifonia, да, 16-голосная, Legat, апартаменты. Все на месте. Клавиатурка. Pitchband. Mousewheel. Да, то есть, ну, в принципе, все получается. Пресетики. Давайте потыкаем пресетики. Ну, конечно же, басы. Тут что, ДНБ, кстати. Ну, по большей части, ДНБшные басы. Ну-ка, ты к ним. Так, а макросы-то работают? Не, вот макросы пожалел. Нормалды. Резочек. Так, ну, короче, много, в принципе, всяких разных пресетов относительно, да. Подожди, или сколько? 83, что ли, всего? 83, это немного получается. Снейры, там, синтетчик закрутит. Ну, кстати, ничего, такой кик. Ну, да ладно. Короче, вот такой вот синтетчик. То есть, еще раз, смесь тупо серума с FM8 от FM8 в 10, а вот эта вот матрица. И вообще, workflow FM матричный, да. То есть, это прикольно. То есть, такого я нигде просто больше еще не помню, кроме FM8. От серума взято все остальное. Плюс добавлено парочку своих фишечек, да. То есть, например, как вот эта Frequency прикольная. Да, и, в принципе, все, наверное. То есть, ну, прям, чего-то такого супер нового, как бы не замечено, наверное, было бы, счастья не было. Но работает приятно. То есть, по нагрузке на Proz давайте посмотрим. Сейчас возьмем какой-нибудь бас жирный. Что-нибудь такое, чтобы вообще... Молодец, сколько? Один. Еще операторов подключим. И посмотрим, сколько это все на канале жрет. 2%. То есть, в принципе, ну, довольно лайтовый. Так, сейчас давайте, может быть, чтобы более точный был этот тест. Еще парочку пресетов подключаем. 2,3%. Давайте аккорд. 1,9. Ну, короче, довольно легковесный все-таки синт. Так, давайте посмотрим, что же он хочет за этот синт. И здесь, к сожалению, главная проблема, наверное. То есть, единственное, что мне очень не понравилось, это цена. Цена этого синта аж 200 баксов. Это супер до хера. За 200 долларов ты можешь купить Current и Faceplant. Ну, по скидкам, конечно, да. То есть, ну, оба, особенно сейчас, нам в эти всякие черные пятницы, по 100 баксов стоит. Current и Faceplant взамен одного вот этого синта. Это сделка тысячелетия по сравнению с покупкой вот этого синтезаторика. Мое мнение, сколько бы должен был стоить этот синт, ну, где-то до тридцатки. Извини меня, автор экзоакустик. Я понимаю, что, конечно, всем хочется кушать и жить на что-то надо. Но, как бы, тут ничего нету прям такого, что, ну, хотелось бы вот иметь больше, чем, например, тут же Current. Current это вообще супер топовый синт по сравнению с этим Ghost. Хотя, Ghost приятный, но, блин, вот и FM8, вот этим workflow можешь только старых бумеров каких-то завлечь, которые помнят, как это было. То есть, современные, это Zoomer, продюсеры. Нет, это вот вообще не понимают. То есть, ты смотришь на вот эту паутину и всякого дерьма и думаешь, а что это? А зачем мне это надо, если я могу всегда просто в серумчике себе поставить FM from B и все, вот, крутить одну ручку? То есть, зачем вот эта модуляция нужна, да, вот эта вся матрица? Она, кстати, крутая. Ну, Лили, если вы не понимаете, попробуйте ей покрутить. Это супер фаново и интересно здесь тембр получать. А вот, когда есть вайфтейбл, это еще двойнее прикольно. Но, камон, очень большая цена. То есть, ну, по моему мнению, красная цена там у синтуб полтос, а лучше меньше. То есть, типа, там, 30-ка, 20-ка. И тогда я бы его с удовольствием, наверное, бы приобрел. Вот, просто потому, что мне FM-8 уже крутить, ну, просто лень. То есть, я устал от его деревянного workflow за столько лет. И хочется вот что-то похожее на вот этот вот Ghost. Но, с другой стороны, как бы, и возможности FM-модуляции current или серума, ну, тоже хватает. Как бы, не жалуюсь. Хотелось бы, конечно, вот такую штуку, но если ее нету, то, как бы, нету особых проблем. В остальном, синт приятный. А мануала, как я сказал, тоже никакого нету. Это тоже минус интерфейс. Ну, в целом, пойдет. Не самый, конечно, красивый. Он, к тому же, еще открывался у меня вот в каком-то вот таком масштабе. То есть, супер, короче, мелком. И даже никакого тут хендла не было. Ну, типа, цепочки, которые сигнализируют, что можно растягивать его интерфейс. То есть, ну, растянуть, кстати, можно не так уж и много. Но хватает. Ладно. Короче, интерфейс пойдет. Возможности крутые, но цена явно завышена. Он, единственное, конечно, что за эту цену обещает бесплатные lifetime апдейты. То есть, ну, покупаешь один раз и все. Сколько он будет этот синт развивать? А, мы, кстати, этого не знаем. Потому что lifetime апдейты это какая-то наебалово тысячелетие, на самом деле, оказывается. Потому что, как только производитель решает перестать производить, ты, ну, лишаешься lifetime апдейтов. То есть, я считаю, что вот этот вот, в принципе, название lifetime апдейтс это, ну, как бы, введение в заблуждение. То есть, это не пожизненное. Или пожизненная чья жизнь должна? Синтезатора жизнь. То есть, так и надо писать. То есть, когда ты это читаешь, у тебя складывается впечатление, что это вот твоя жизнь, да? Вот пока ты, короче, пользуешься, живешь, у тебя вот будет апдейт. Но, на самом деле, не так. То есть, короче, я бы вот не вез на такое дерьмо. Но все равно приятно, что пишут, что бесплатные апдейты будут всегда. Можно три девайса регистрировать, что, в принципе, хотя бы как-то оправдывает эту цену. То есть, например, если... Он прямо так и пишет. Share it with friends. То есть, за Share вместе с корифаном, короче. То есть, ну, получается, если 199 разделить на 3, мы получим по 60 баксов. Но это уже более-менее нормальная оправданная цена, короче, да? То есть, тогда еще окей. Но, опять же, хотелось бы 30-ку максимум в виде цену этого синта. Позабавило описание. Make you ears bleed. То есть, челик явно работал с FM8 и знает, что процентов 90, наверное, работы в FM8. Это рили, когда у тебя кровь из ушей херачит просто. Ну, зато вот эти 10%, что получается. Кроме крови из ушей, оно рили крутое получается, да. Ну, еще из плюсов. Это поддержка формата clap. Если кто-то идет в ногу со временем и хочет не платить вот этим вот капиталистическим буржуям из Штейнберг за формат использования форматов VST, ну, можете юзать clap. Но, правда, что-то как-то хайп по поводу него был. Сейчас он вспал. И, если честно, не видно какого-то резкого ажиотажа, что все производители плагинов стали переходить на clap. Ну, есть и есть. Хорошо, что есть. Ну, в общем, если подводить итоги, мне синт понравился. Моя оценка где-то, наверное, 7 из 10. И то, потому что я просто, ну, я любитель FM8. То есть, FM8 это мой старый любимый синтезатор. Если вы не любители FM8, я вообще в упор не понимаю, зачем вам этот синт нужен. То есть, даже близко он, ну, не стоит с карантом, который стоит дешевле. Ну, либо столько, либо дешевле по скидке. Или фейсплентом, да. Ну, наверное, даже Serum попредпочтительнее, потому что Serum просто пресетов на жопы. То есть, там, ну, и возможности там чуть побольше в плане, например, что можно хотя бы вейфтейбл редактировать. Вот. Ну, и модуляшки мне в Serum тоже немножко больше нравятся все-таки. Короче, где-то 7 из 10. Ну, если будет какая-то скидка на него до 30 или 20 баксов, может, возьму. Так, наверное, не особо рекомендую. Все-таки альтернативы лучше него. Ну, посмотрели, посмотрели. Задумка была прикольная. То есть, цена подвела все-таки чувака. Ну, может, у него такая вот политика. Меньше продаж, да, то, ну, больше фарма, да. Хотя, мне кажется, что лучше, больше, когда твой продукт расходится, его больше людей используют. Вот. Ну, ладно. Посмотрели, посмотрели. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайк этому видео, либо любому другому. Видосы выходят регулярно. Так что, давайте, прожимайте лайкусики, пожалуйста, господа. Также не забывайте подписываться на нашу тележку. Там выходят анонсы, статьи, видосы для тех, кто не может смотреть на YouTube. Всякими приколами из своей жизни я делюсь. Вот, например, сделал иконочки себе. Вот такие вот для Рипера, Лоджика и Кубейса. Пока, правда, для Эйблтона не придумал. Вот, но уже кто-то скидывал свои предложения, короче. Ну, не знаю, мне больше всех нравится Рипер. Рипер прям вообще идеально получился, по-моему, описывает полностью юзера Рипера на 100%. Ну, и юзера Лоджика тоже описывает. Да и Кубейс, кстати, блин, я тупо гений. Называйте меня Кодзима, Андрей гений теперь. Ну, и также не забывайте вступать в наш Emphasis Premium, наше сердечко, комьюнити, там, где мы демки, чекаем каждый день, и фидбэк на них даем. Вот тут уже, блин, сток фидбэк надавали. За сегодня аж прям охереть. По продакшену вопросики можно задать и получить на них ответ. Авто провести, созвоны проводим в зуме каждую неделю. Так что, если вам это все интересно, залетайте тоже к нам и развивайтесь как продюсер вместе с нами. Мы вам поможем. Вот так вот. Ну, а так что, всем спасибо за просмотр. Увидимся очень скоро. Пишите музыку. Пока.